Как подключить датчик SN04N к микроконтроллеру? Значит, данный датчик питается от 6 до 30 вольт. Это вот у него даже написано вот здесь. Но у него есть нюансы по выходу. Наверное, лучше посмотреть вот это на данной схеме. На датчик приходит напряжение больше 6 вольт. В данном случае 12 вольт у нас приходит. SN04 датчик. Когда датчик срабатывает, выход замыкается на землю. Когда датчик не срабатывает, выход просто в разрыве. Таким образом, когда происходит сработка, то есть мы подносим кусочек металла к датчику SN04N, выход замыкается на землю. Соответственно, вот у нас, видите, тут подключено 5 вольт через резистор. Начинает течь ток, загорается светодиод в оптопаре. Открывается транзистор и начинает течь ток через данную схему. Здесь, так как у нас контроллер 3-х вольтовый, через подтяжку у нас стояло 3,3 вольта напряжение. То есть, когда транзистор закрыт на вот этом входе у нас, на входе 33, 3,3 вольта, то есть это высокий уровень. Как только транзистор открылся, ток потек. Соответственно, напряжение на выходе стало равно нулю. То есть, когда мы замыкаем датчик, напряжение на входе становится нулевым. Ну, вот такую схему я рекомендую подключение для данных датчиков. Во-первых, вы тем самым обезопасите свой микроконтроллер от влияния каких-то внешних помех. Хотя, наверное, можно что-нибудь и попроще придумать. Ну, вот я через опторазвязку это делаю обычно. Вот сейчас у меня подключен датчик. Вот контроллер. Значит, он подпитан у нас от внешнего питания 12 вольт, чтобы срабатывал датчик. Ну и по UART интерфейсу подключен к компьютеру. Здесь мы видим состояние порта. То есть, я в программе делал, чтобы порт выводил из состояния этого датчика. Вот каждые, по-моему, 200 миллисекунд. Дальше смотрим. И вот сам датчик. Вот он у меня уже висит на установке. Должен реагировать на поворот этого механизма. Сейчас я возьму какой-нибудь, допустим, молоток. Прислоняюсь к датчику. Вот датчик срабатывает. А сейчас посмотрим, что происходит у нас с сигналом UART. Так. Вот я прислонил молоток. Убираю. Подношу. Так, где там плохо. Ориентируюсь. Подношу. Входной сигнал становится нулевым. Ну, собственно, вот так подключается данный вид индукционных датчиков.